Обучаете людей, вкладываете в них все свои силы, стараетесь вырастить с них директоров, они уходят, а вы разочаровываетесь. Такая проблема существует у многих наставников, и сегодня я расскажу вам первые шаги в работе с ключевыми бизнес-партнерами. Основой масштабирования сетевого бизнеса является поиск и обучение новых партнеров. Если тот человек, который приходит в вашу команду, сможет повторить ваши действия, вас станет уже двое, ваш результат удвоится. Если вы сможете обучить несколько таких человек, вы сможете постоянно масштабировать свой сетевой бизнес. Ключевые бизнес-партнеры сейчас – это ваши потенциальные кандидаты, но при сопровождении их по бизнес-системе они будут руководителями больших структур. И прежде чем вы перейдете к обучению потенциальных кандидатов, вам необходимо убедиться, а соответствуют ли они образу вашего ключевого партнера. Давайте составим портрет вашего ключевого бизнес-партнера. Итак, сколько часов в день он готов уделять построению бизнеса? Подумаем вместе, возможно ли построить серьезный современный бизнес, если мы будем работать всего 1-2 часа? Конечно же нет. Это может быть подработка, фриланс, но никак не бизнес. Для построения бизнеса необходимо минимум 4 часа в день, а для хорошего результата 6-8 и более, особенно на начальной стадии. Поэтому пропишите это все в ваш портрет. Дальше. Есть ли у вашего кандидата компьютер? Как вы думаете, возможно ли стать руководителем большой структуры, работая только с телефона? Конечно же нет. Поэтому все это уточняйте и записывайте в свой портрет. Дальше. Есть ли у вашего кандидата цели, планы, желания? Поверьте, очень сложно мотивировать человека, который не хочет изменить свой стиль жизни. Поэтому узнайте его мечту, поговорите с ним о сокровенном. Ну и конечно же, сколько времени он дает себе на построение бизнеса. Потому что бизнес выстроить за несколько месяцев невозможно. И поэтому вы можете привлечь не ту целевую аудиторию, а именно тех, кто желает легких и быстрых денег. Сейчас бизнес без вложений – это очень неактуальное предложение, потому что мы в построение бизнеса вкладываем силы, свои возможности, энергию. И поработайте над тем, чтобы качественно отобрать кандидата в свой бизнес. Затем, если же вы встречаете кандидатов, которые соответствуют образу вашего ключевого бизнес-партнера, тогда уверенно делайте ему бизнес-предложение. И позаботьтесь о том, чтобы оно было вашим, уникальным. Не копируйте другим. Создайте свое, своей энергией и постарайтесь передать в этом посыле все, что вы хотите сказать. Что в вашей команде человек сможет изменить свою жизнь, что он сможет достигнуть результата. Все это заложите именно в ваше уникальное собственное бизнес-предложение. Ну и самое главное, помните, что целевая аудитория, с которой мы работаем, в большинстве своем – женщины. Им важно не просто получение дохода, а эмоции, самореализация. Поэтому уделите этому особое внимание. Когда будете проводить собеседование, ни в коем случае не уговаривайте людей в свой бизнес, потому что они сразу будут терять его ценность и вкладываться будут гораздо меньше. Делайте свое бизнес-предложение с позиции успешного предпринимателя, у которого очередь из кандидатов на вакансию. А вы выбираете, какого партнера взять к себе в команду. Это очень важно. Если вы научитесь отказывать несоответствующим кандидатам, то ваша уверенность в бизнесе будет повышаться при условии, что вы личностно развиваетесь. Ну и, конечно же, мы никогда не закрываем за собой дверь. Если человек не подходит нам по образу на ключевого бизнес-партнера, мы переводим его в потребители с возможностью присоединиться к бизнесу в дальнейшем по его готовности. Очень часто совершают ошибку в бизнесе то, что после регистрации у наставника и у кандидата разные представления о бизнесе. Кандидат в ожидании, что ему выстроит обещанный бизнес. А наставник думает, наконец-то ко мне пришел работающий партнер. Эти иллюзии партнерства создают очень большие проблемы в дальнейшем сотрудничестве. Подведем итоги. Итак, рекомендации. Как же работать с бизнес-партнерами на первых этапах? Первое – это, конечно же, позаботьтесь о том, чтобы вы, как наставник, были готовы к тому, чтобы сделать именно бизнес-предложение. У вас должна быть создана система обучения. Это вебинары, марафоны, обучающие школы. Вам нужно человека научить именно бизнесу, причем в короткие сроки. Затем у вас должна быть создана система сопровождения. Это и чаты продукции, это скрипты, шаблоны, алгоритмы. Все, как вы будете вести именно своих людей. Затем позаботьтесь о своем имидже. Он должен соответствовать бизнесу. Ведь кандидат должен хотеть повторить ваш образ жизни. Он будет смотреть не только за тем, что вы будете ему транслировать на обучениях. Он будет смотреть за вашей жизнью. И у него должно возникнуть желание изменить свою жизнь так, как изменил наставник. Затем, конечно же, создайте ценность своего бизнеса такую, чтобы люди сами хотели приходить к вам в команду. И поверьте, это возможно. И, конечно же, после регистрации мы сразу приступаем к включению партнеров в бизнес. На первых этапах мы создаем с ним бизнес-план, в котором прописываем сроки, когда он может достигнуть успеха. Ну и, конечно же, прописываем конкретные действия, что для этого нужно сделать. И к каждому партнеру мы подходим индивидуально в связи с его занятостью и его пожеланиями. Насколько быстро он хочет в бизнесе достигнуть результата. Затем, конечно же, особое внимание уделите сопровождению. Конечно же, активно помогаем партнеру в первый каталог, потому что это обучение новой профессии. И самое главное, когда будете приглашать людей в бизнес, когда будете сопровождать их, помните, мы обучаем людей не просто создавать бизнес, не просто получать доход. Мы делаем жизнь их счастливой. Мы меняем судьбы людей. Этот мир придуман не нами, но мы его делаем лучше. И с огромным удовольствием я приглашаю на эту сцену бриллиантового директора.